во времени суток зрительным гостям нашего канала с вами росси вы на канале роли game онлайн и мы продолжаем играть в игру под названием imperial glory ребят большое спасибо за активности за комментарии под прошлым видео активнее голосуем за выбор нации для прохождения в моде atlantic wind и сейчас мы продолжим нашу войну против франции и возможно немножко поцапаем австрию так значит наши войска в принципе прибыли в расположении мы готовы к атаке давайте значит как и договаривались до этого если битва будет равна и мы участвовать в ней будем если битва будет легкая но участвовать ней не будем а почему не могу высадить этого гражданина сюда я не знаю туда я забираю его обратно а ну ты от час могу высадить нет тогда ждем еще один ход тогда подождем еще один ход потом высадим легкое сражение ну я думаю нету смысла хотите командовать нет не хочу войска пруссии соснули что в принципе не может не радовать хотя в принципе нам просто ки ничем не мешали мы могли бы их и не трогать вообще но лучше мы будем там чем британия кстати вот который поднимали тему по поводу разговора как мы взяли город берлин империя пруссия пала понятно хорошо теперь нам постоянно нужно будет держать в берлине сильные войска потому что если мы этого делать не будем эти мы тут ничего и строить не можем военная академия пруссии ну нам еще тут строите не надо у нас войска сильная есть этих можно будет отвезти обратно и потратить форт так все теперь я по идее могу высадить да все войска вот так вот завершаем ход первое столкновение у нас в провансе легкое сражение я не буду участвовать лично враг отступает преследовать нет преследовать мы его не будем следующее у нас легкое сражение в пьемонте хотите командовать нет не хочу общая потери 243 блять вот побили меня сильно кашка к собаку после освобождения стоп ремонт мы можем покинуть его территории нет конечно мы не будем покидать это наша территория теперь наша теперь речи блин я тупанул я нажал нет все равно легкое сражение нет не хочу я лично участвовать со самбо блин я пьемонт освободил случайно ребят вот это тупанул не до считал до конца надо было его оккупировать я его освободил очень плохо очень плохо и сильно тупанул ладно за сабота вы выдвинула чем им дают золото за сырье хорошо хотим если я мало ну ладно наша армия находится на территории региона пимон который принадлежит старту пимон течение восьми ходов у нас есть право пресечения границы это время вы должны вывести войска хорошо выведем войска франции терят контроль над регионом пимонт понятно так кто тут у нас самый такой сильный кладешь столицу лупить так у вас мы сейчас объединим в одно таки все битые перебит это кошмар какой-то сейчас вот так вот хотя бы как-то с координируем ребят тебя распустить ты бесполезен и тебя распустить тоже хочу что-то не могу правда ну ладно на кораблик потом спрячешься так пока завершаем ход следующего на солнечный кусочек франции остался так здесь война за столицу смешно францию взяли париж взяли в оккупации что-то вон этот подскакивает я вижу австрия куску франции то мой кусок я буду его держать если я пьем он еще пощадил по глупости там я уже свое не упущу осада города париж началась хорошо так сюда ты уплывай ты нам не нужен ты пока тут стой чтобы держать эту территорию блин как так спим он там может было блин она нахнулся это жесть это жесть это ладно тогда попробуем вот так сделать пока буду с ними проговаривать что здесь легкое сражение конечно не хочу лично командовать да я хочу купить пьем он сразу перестал со мной дружить так вы знаете наверно сейчас как с францией разберусь надо я пьем он это тукануть я еще буду пьем он боятся мне надо австрию захватить это чтобы в эту часть европа потому что каждый раз оплывать на кораблях не кошерно пьем он сразу подвел куча своих кораблей откуда нельзя я даже не знаю осада города рим началась хорошо вы кто франция и папская ради бога я еще буду папской это боятся так то мы захватим тебя я привел да ну раз уже привел забирайте войска не наверное чеши на туда граница с австрии это в венецию вот мне бы взять венецию к примеру и ломбардию все эти софт савсты могут сидеть спокойно они ж меня не пешают ребята я так считаю опа 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 равное сражение это уже будет интересно сейчас это решится возьмем или порешим к этому более основательно подготовиться конечно я сейчас сейчас возможно могу просто банально слить войска но посмотрим наконец-то париж я почему-то опять со стороны нападающих хотя вроде я уже париж занял вроде как понятно что враг занял не то то что враг занял то все фигня сейчас поставим пушки просто расстреляем их не богадельные туда и все на этом все если они будут ее занимать конечно же церковь марии магдалины но пока мари магдалина внизу не занимают но все равно мы подготовимся к этому пока так немножко ускорим чтобы мы быстрее передвинулись ребята если вы так будете все двигаться то это будет очень долго давайте побыстрее как-то давайте уже выстроились ждем только пушек понятно что проигрывает я не сомневался сейчас надо подготовиться надо подготовиться к возможной атаке так 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 вот этих ребятушек побитых куда-нибудь сюда этих ребятушек не побитых куда-нибудь сюда сейчас мы подготовимся потом дадим зал пушками и по идее эти дурачки на нас побегут так наши господа заняли дом хотя вы знаете мне это не нравится я я хочу чтоб они вышли с дома и построили за где-то здесь сзади на прикрытие пушек когда начнется жара так мы и бестолковые пушки готовим к бою собственно огонь мы должны их просто сейчас за агрить понятно я че-то не удивлен не бегите не бегите уже уже бежать некуда ребят что немножко скорректируем нашу артиллерию разворачиваем надо же чуть-чуть не достаю вы представляете это жесть это просто жесть я хер его знает в упор надо просто прям подъехать для того чтобы с них стрелять а тем временем 9 минут осталось все пошел значит замес забирайте пушки съебуйте все пушки мы потеряли в принципе если наша конница здесь выживет тогда мы можем зарешать эту битву ведь все главное в позиционирование правильном все прекратите стрелять сейчас вы блять свою конницу постреляете вы можете так чё кто там побеждает равное сражение а вот если бы у меня было сражение на автоматическом при равном то скорее всего мы могли проиграть или до франц победа но надо сейчас в обязательном порядке куда перекинуть войска потому что вот этим битым отрядом мы не сможем францу удерживать она постоянно будет бастовать и у нас постоянно будут проблемы с этим надо просто в ближайшее время туда войска перекинуть или вообще с париже можно свалить ладно мы туда пока к французам запихнем наш арабский контингент сейчас настрой точнее рекрутируем войска они там не относительно дешевые и вернем сейчас туда на территорию франции потому что пока будет проход через австрию то будет не скоро хотя тут у нас генерал докторов есть отряды наездники на верблюдах возьмем арабскую пехоту еще наездников на верблюдах пускай вот так так все чужие где там наш плывет тут блин что же делать что же делать как же быть может перекинуть ему так вот войск ну как бы чтоб немножко хоть как то не знаю этих сюда этих сюда потому все равно уже территорию взяли здесь войска не сильно особо нужны завершаем ход нет не завершаем передвигаемся нам отряды значит царские гвардейцы парочку вас и хотя пушки вообще бестолковые бестолковые мне не понравилось пимонт восстал легкое сражение ладно давайте наверное это сражение тоже поучаствуем хотя тут легкое и на этом наверное видео будем заканчивать а может и не будем посмотрим рим и папское государство в одном шаге от нас осталось лишь маленькие препятствия кучка безмазлых защитников пусть дух римских легионов наполнит наши сердца и поведет нас к победе пусть 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 ух ты смотрите какие некрасивенькие у меня эти уланы на верблюдиках трусай вперед серьезные войска папской империи давайте пока увеличим скорость чтобы быстрее добрались да понятно страшно что делать враг занял ключевую позицию так арабская пехота выставим вас на сведение легкую кавалерию на левый фланг вланы на правой так давайте вы чуть быстрее пойдете наверно все еще не таки уматываем может таких кафтанчиках своих может следующее прохождение вообще как за какую нибудь арабскую страну поиграть ну как бы чтоб великей наездник покрыл всю европу давайте в каре хотя кто вас бусурман научил в каре строится не знаю ребята если это такое карету я хрен его знает ну конечно конечно проигрывает кто ж сомневался то ну что надо немножко подразнить пацанов сейчас наши уланчики колечки наши их преимущество по людям просто колоссальное я и придумала партия спортивные ребятки ну стоим вперёд вы бы наверно лучше тоже вкоррестовались что-то мне так показалось что так будет получше для вашей защиты они побежали а мы их конницей они ударились об строй кареи испугались и убежали почему-то на что-то конница здесь такая послабее будет мне кажется конечно же это какими потерями видите построение краю реально нет реально решает без шуток ребятки во первых больше брони становятся во вторых отличный вариант при борьбе как с конницей так и с пехотой мусульмане такие едут на этом и кричат за короля и отечества как это смешно звучит победа 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 вместо беда но это была гарантированна победа может быть конечно меньше потерял бы войск если бы я использовал автобитву но я просто решил дать немножко экшона ход франции наверно опять будет восстание но если еще раз восстанет и придется столицу ставить я туда не потяну ее просто не потяну придется бежать жалею за пемонт жалея ребята то надо было так невнимательно тупануть и блин просрать тупануть и просрать похоже на меня принципе передвигаем видите не возьмем мы столицу ни хрена не возьмем аннексия на 60 процентов это и еще и дать будет одно восстание это гарантия ждем ждем ну да легкое сражение не хочу я лично командовать я устал общее потери 137 вырезали всех но только 60 процентов это же второе восстание за момент иннексии но сейчас если пемонт точнее пемонта папская там что-то будет там какие-то какая-то инфраструктура чтобы мы смогли восстановиться хотя бы каких-то бестолковых отрядов набрать кто будет легче все взяли папскую 141 единицы продовольствие жесть так надо переводить сюда вы смотрите нет ели они ели живые просто-напросто просто жесть я даже не надо я не знаю выдержим ли мы еще один ход даже не знаю ребятки ну об этом мы узнаем уже наверно в следующем видео ребятки спасибо за просмотр с вами был россия тп канал роли game онлайн всем пока и до скорых встреч до скорых встреч к по Продолжение следует...